Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вот вам, пожалуйста, формирование общественного мнения. Программа Малахова вышла про Аршавина. Значит, до этого Разин уже говорил, вот в Ласковый Май, там туда-сюда, вот программа вот эта. И Разин говорил, что у него личная неприязнь к Малахову, что Малахов делает грязные передачи, где, собственно говоря, может очернить любого человека абсолютно. И вышла программа про Аршавина. Вы знаете, я сказал, что люди развелись, я ее не видел. Может быть, еще раз скажу, я что-то не то скажу, в том смысле, что какие-то детали мне неизвестны, я, основываясь бы на них, другое у меня было суждение. Но у меня вот такое, исходя из того, что я прочитал. А почему я не смотрел? Потому что я не могу смотреть эти программы. Это просто, это бесконечный крик, там вообще что творится. Эксперты орут, все орут, это ультразвук просто вот, от начала до конца. Поэтому, если кто смотрел, пожалуйста, напишите ваши комментарии, действительно. И если человек где-то что-то неправ, тоже пишите обязательно. Весь вопрос заключается в том, что Разин сказал, что готовится очернение Аршавина. Вот Алиса Казьмина, по-моему, жена вышла, бывшая. Вы знаете, я не знаю, есть ли у них совместные дети, но, вы знаете, супруги разводятся, это чужие люди друг к другу. Абсолютно. И все дело в том, что помогать, не помогать, это уже личное дело человека. Вот, а пишут, она его назвала психопатом, жила, так сказать, в страхе и так далее. Я задался вопросом, а зачем замуж выходила? Что, не видела, какой он? Ну, хорошо, замуж выходила, он был форвардом, там, капитаном сборной России и так далее. Не видела, какой он. А что жила тогда с психопатом? У нас что, он паспорт, что ли, у нее отобрал? Вот, ну, я вот просто, я, может, чего-то не знаю, но, исходя из того, что я прочитал, или когда он был, значит, соответственно, когда он был капитаном сборной России, можно было, так сказать, молчать, терпеть и все. А сейчас уже можно, так сказать, все, что угодно говорить. Теперь в отношении суда, вот с Барановской, его там до трусов раздели, а здесь он выиграл суд. Наверное, суд основывается на чем-то, прежде чем выносить вердикт. Там же до трусов его раздели, а здесь он выиграл суд. Значит, наверное, какие-то есть вещи, которые мы не знаем. Друзья, ну, а вот, пожалуйста, самое интересное, что Малахов, я считаю, просто уронил себя ниже Плинтуса. Почему? Потому что он сказал, он ублюдок, ублюдком назвал Аршавина. Слушайте, а я не знаю, может, там есть из-за чего, но я не понимаю. Если что, он не помогает своей бывшей жене, что ли, что ли, или из-за чего, ублюдок? Я не понимаю, у него дети у них есть, он с детьми выселяет на улицу. В чем дело? Если дети есть, тогда да. Тогда, конечно, нужно понимать, что в первую очередь благо детей. Но здесь я так понимаю, что она больная, и вот что он ее больной выселяет на улицу, там, и так далее. Ну, наверное, соответствующее отношение какое-то? Я не знаю, но самое главное, что Малахов, он может давать разную оценку. Давать возможность, точнее, высказаться двум сторонам, да? Но оценку он не может давать, он ублюдок, вот в такой форме, вы понимаете? Он же формирует общественное мнение на огромную страну. И вот вам плоды, пожалуйста, оскорбленному Малахову Маршавину пожелали гореть в аду. То есть, Малахов снял программу, назвал Аршавину ублюдком, соответственно, сформировал общественное мнение. Вот он про любых, про любого может снять программу. Ну, и завтра человек не выйдет на улицу, потому что ему будут, значит, публично говорить, гори в аду, понимаете? Обставить программу так, а знаете, самое интересное, он же взял Барановскую, Малахов. Барановская сейчас мужской, женской, орет всем, вы что, рожали, значит, не будучи в браке? Та-та-та, она сама родила не в браке. А теперь всех учит, вы понимаете, в чем дело? Там настолько отвратительное поведение. Я раз ради интереса, я вот делал ролик, включил посмотреть, это ужас то, что она там творит, Барановская. А здесь Малахов ее брал, и Малахов делает такую программу. А сейчас я уже прочитал, что Казмина это и Барановской рассказала. Ну, вот вам, пожалуйста, и цепочечка вырисовалась, да? Я так предполагаю, что Барановская и есть тот человек, который Малахову подсказал, как снять программку про Аршавина. Все? Понятно? Значит, пользователи сети раскритиковали поведение. Я не за Аршавина. Я не за Аршавина. Но я не за то, чтобы в эфире федеральных телеканалов на деньги налогоплательщиков снимали программы, порочащие, так сказать, других людей. Или чтобы ведущие этих программ называли ублюдками героев программ. Ты позови тогда его в эфир и скажи ему в лицо ублюдок. Но это, по крайней мере, будет по-мужски. Значит, пользователи сети раскритиковали поведение бывшего футболиста Аршавина после программы Малахова прямой эфир. Комментарии доступны в Инстаграм спортсмена. То есть, я предполагаю так, что Малахов, он провоцирует просто вот такого рода вещи. Комментаторы остались недовольны тем, что Аршавин отказывается помогать тяжело больной бывшей жене Алисе Казьминой. Гореть тебе в аду, пишут люди. Я обязательно скажу своему сыну, что ты не кумир, а говно. Стыдно за таких мужиков. В Зените не должно быть таких людей. Подонок, написали зрители программы. Значит, 22 марта Малахов в эфире телепрограммы выступил с резкой критикой Аршавина. Журналист назвал спортсмена ублюдком. Призвал того поговорить с секс-супругой. Твое какое дело вообще? Это вообще что такое? Это, я считаю, что это ужасно абсолютно. Еще раз скажу, такие давать оценки, такими словами разбрасываться. Разбрасываться. Поговорить, понимаете? То есть, они через Барановскую, я так предполагаю, да? Барановская, точнее, через Малахова. Решила его херануть на всю страну и принудить тем самым поговорить, чтобы он ничего не забирал у нее. То есть, Барановская мало того, что его до трусов раздела. Она еще хочет, чтобы он ничего не получал от той жены. Чтобы он ей все оставил. То есть, это вообще ужас какой-то. Я не знаю, может быть, у вас мнение иное. Пожалуйста, сообщайте, но напишите. Это просто отвратительно. Значит, а да, общая дочь Аршавина и Казмина развелись в июле 19-го. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матью. Дочка есть, дочка есть. Незадолго до этого стало известно, что Аршавин через суд добился выселения Казминой. И их общая дочь Есения из особняка недалеко от Санкт-Петербурга. Ну, особняк. Добился выселения особняк. Купи квартиру хотя бы тогда. Квартиру, чтобы было жилье, чтобы было где жить ребенку и так далее, соответственно. Здесь, конечно, тогда тот момент, чтобы ребенку, главное, было где жить. Не обязательно это должен быть сразу особняк. Понимаете, в чем дело? Достаточно, наверное, какой-то квартиры. А там, да, пожалуйста, дальше работай, выходи замуж, там и все такое прочее. Главное, чтобы, то есть, ребенок помогал. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Ну, вот, пожалуйста, герчайший пример. Программу снял, все на всю страну. Ты говно, ты и так далее. Это отвратительно, что в наше время можно вот так вот людей просто вот формировать общественное мнение. Всем пока, друзья, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok